Сегодня Святая Церковь предложила нам Евангелие, которое включает в себя первосвященническую молитву Иисуса Христа. Христос молится и подает нам пример. Он обращается к Своему Небесному Отцу, как Сын Божий, с такими словами «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». Обратим, дорогие братья и сестры, внимательные взоры на эту молитву самого Христа Спасителя. Во-первых, в словах этой молитвы отражается главная суть – личность человека бессмертна. Вот потому Христос и обращает взоры слушающих, почему это и читается сегодня во всех храмах Божьих «Сия же есть жизнь вечная», что жизнь вечная есть. И все, кто сомневаются и живут только одним днем для сегодняшней радости, удовольствия и чувственных наслаждений, они ошибаются. Потому что вечная жизнь есть. Человек не умирает. Человек переходит после временного пребывания на земле в жизнь вечную. А вот какой будет наша вечная жизнь, зависит от того, какую жизнь мы проживем здесь, на земле. Нет, были ли мы преданы Родине, преданы вере Христовой, церкви, которую основал сам Христос. И мы относились к ней так прохладно, когда-нибудь свечку поставить, и больше что мне еще от Бога-то нужно. Чтобы Бог исполнил все мои желания. А если Он не исполняет какие-то мои капризы и просьбы, я, в общем-то, и уже и ходить перестаю, и молиться начинаю меньше. Потому что я просил один раз или два, а не получил. Значит, может быть, Бог меня не слышит? А с какой стати Бог должен исполнять все наши просьбы? Бог хочет, чтобы мы изменили свою жизнь, чтобы мы предали Ему свое сердце. Чтобы мы, наконец, обратились к Его Божественному Слову, которое открывает для нас истину бытия человека на земле. Сия же есть жизнь вечная. Да знают. Вы слышите? Не знать Иисуса Христа уже является грехом. А сколько детей вырастают? Знают несколько языков, сдают на сто баллов экзамены ЕГЭ, математику, русский, геометрии. Все для земного. Нужно это? Нужно. Но что проку говорил святитель Филарет Дроздов от всех познаний, когда при них мы Иисуса Христа не знаем? А сам Христос говорит, да знают Тебя единого Бога. Мы должны знать, что Бог реально существует и не сомневаться в этом. Он един, но Он в трех лицах. Вот потому Господь так возлюбил мир, что посылает Сына Своего. И как сказано в Евангелии, Он отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечную. Вы слышите? Тот, который как человек задумывается не только о том, что я буду есть, пить, во что одеваться, о чем апостол предупреждает нас. Не ищите, что вам есть, что пить и во что одеться, ибо всего этого ищут язычники. Вы ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и все остальное приложится вам. Вот поиск христианина, верующего человека, жизневечной. Христиане называют это еще и Царством Небесным. Вот почему жизнь христианина резко отличается от всех остальных, которые живут и всего боятся. Человек-христианин знает, что каждую минуту его жизнь может быть отнята. А если он знает, что каждую минуту может умереть, значит он к этому переходу готовится. Он готовится исповеданием грехов своих. Он не пропускает ни одного воскресного богослужения, потому что это заповедь моего Бога, который есть. Который послал Сына Своего, чтобы всякий верующий в Него не погиб. Ради меня Господь послал в мир Сына Своего, чтобы я что, приходил с одной свечкой постоял? Чтобы я приобщился телу и крови Христову, который сам Сын Божий причащает верных Своих. Я хочу, дорогие братья и сестры, попросить вас, чтобы вы пересмотрели ценности своей жизни. И чтобы на первое место вы поставили веру в Бога и понимание того, что происходит там, где пребывает Бог во время литургии. Вы знаете, есть такое хорошее выражение. Будущее церкви в ее прошлом. Что это означает? Если ты не знаешь истории церкви, открой и почитай, с чего началось. Гнали меня, Христос говорит, и вас гнать будут. Меня слушали, и вас слушать будут. И это приближается время. За веру Христову уже в мире начинается гонение. Не только гонение, но и преследование. И всевозможные лишения свобод, человеческих прав. Я уже не говорю про заграницу. Мы видим, что творится уже в некотором нашем ближнем зарубежье. Поэтому, дорогие братья и сестры, будущее церкви в ее прошлом. А что было самым дорогим для христиан? Просто собираться, просто, может быть, вместе съездить куда-нибудь в лес. Вместе провести время весело. Это объединяло христиан первых веков. Когда все можно было потерять, можно было лишиться дома, лишиться родных и близких. Их убивали за веру. Убивали людей. Приходят домой, а их нет. Мученики сотнями, тысячами убивали за веру Христову. И они страдали. И шли на смерть за Христа. Потому что лучше смерть со Христом, чем жизнь без Христа. А все равно христиане собирались. Где? В магазинах? В парках? В театрах? Куда они ходили? Там, где совершалась Евхаристия. Там, где служил священник. И они тайно передавали. А знаешь, вот там батюшка еще жив. Там священник. Да, там еще есть христианская церковь. Пойдем туда. Передавали жены с детьми. Пока живы, уже все. Ничего нет. Одежда вот только накинуть. Есть нечего. Но там Христос. Пойдем, причастимся. И умрем. Потому что тот, кто будет есть, делать сына человеческое и пить кровью его, он не умрет. Он будет иметь жизнь вечную. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную. И я воскрешу его в последний день. Поймите, наконец, это самое главное в церкви. Это не цветы, это не росписи, не купола, не общественная жизнь вокруг нее. Это все только для того, чтобы мы поняли, что здесь на престоле сам Сын Божий, который воскресит своих верных в последний день. Вот почему первые христиане и их опыт так дорог для нас все теряли, все оставлялось. Но главное искали, где Христос, где священник, где литургия, где причастие. Полюбите литургию, детей приводите, чтобы они понимали, что в твоей жизни, доченька, в твоей жизни, сынок, это самое главное. Даже не храм. Ну что ты, папа, такое говоришь? Как, разве храм не может быть дорогим? Может, пока в нем совершается литургия. Не будет литургии. Мы пойдем туда, где она будет совершаться. Могут храм разбомбить? Могут. Может беспилотник прилететь, камикадзе, взорваться в Краснодаре? Может? Может. А куда он прилетает? А куда хочешь прилетит? Туда даже, куда не ждешь. А может жизнь твоя оборваться? Может. И вот христиане живут, как говорил святитель Игнатий Брянчанинов, будь готов всякий раз и всякий день прожить так, чтобы в этот день предстать пред Господом. Представляете, какая высокая планка. А может быть, вот сегодняшняя литургия наша последняя. Кто может сказать, что нет? Никто не знает. Поэтому мы должны жить, благодарить Бога за каждый день, как подарок Божий. И к чему стремиться? Что-то еще купить, ничего не заберем. Что-то продать, ничего с собой не положим в гроб. Что еще? Может еще что-то сделать такое? Может быть. Да, необходимое сделать для жизни. Но не стремись к многому. Человеку немного нужно. А вот самое главное, что ему нужно, это нужен Христос. Сия же есть жизнь вечная. Да, знай у тебя единого Бога и посланного тобою Иисуса Христа. Я сегодня хочу особо поздравить причастников. Потому что тот, кто сегодня не просто пришел в храм, а причастился, он был участником Божественной Трапезы Христовой. А те, кто не был участником, ну просто постоял. Представьте, вас пригласили на пир. На пир Царя Небесного. И вы тут каким-то образом с грехами своими оказались. И мы все стоим. И все вкушают от трапезы господина своего. А мы стоим так у стеночки. А подходят слуги и спрашивают. А вы что не садитесь к столу? Почему вы не подходите? Нет, мы не готовы. Как не готовы? Подождите, ну это для всех же. Пейте от нее все. Это кровь моя, которая за вас, за всех проливается в оставление грехов. Все же есть тело мое, которое за вас сломимое, за вас было избито, изъязвлено. Но сейчас это тело, которое победило смерть. Ведь мы причащаемся с вами, дорогие, не тело распятого Христа, а тело Христа воскресшего. Вы слышите? Причастники, кто сегодня причастился, он причастился тело и кровью воскресшего Христа. И на нас с вами, кто причащался сегодня, исполняется ядущий мою плоть и пьющий мою кровь. Жить будет вовек. Ради этого разве не стоит жить? И в следующий раз уже буду думать, так, когда я в следующий раз буду причащаться? Вот сейчас на недельку, поработали, потрудились, в следующем воскресенье не просто постоять у царского пира в уголочке или где-нибудь там за колоночкой. Я же просто стою. А там, знаете, музыка играет, там хор поет, и я стою, слушаю. А что вы не садитесь? Что вы не подходите к пиру? Смотрите, все вкушают от этого божественного пира Господа своего. А я послушаю. Да мне тут о себе надо. Вот я стою в очереди, чтобы мне что-то себе попросить. Ну, покушай. Знаете, вот за столом-то. Вот я хочу, чтобы вы влюбились в литургии мою хорошей. А раз мы знаем, что жизнь может оборваться в любую минуту, то значит, к этому переходу в мир Бога, в мир вечной жизни нужно готовиться или так себе? Или сказать, да ладно, я знаю, что все равно умру, а там, а, не знаю. Так узнай. Да знаю тебя, Господа победившего смерть. Как же вы живете, не знаете, не читаете. Какую-то ерунду всякую читаем, наполняем, смотрим, развлекаемся, куда-то ходим, бродим, а Христа не знаем и не узнаем, и не читаем ничего. Как хотим спастись. И в храм еще ленимся ходить. Вот потому вчера буквально прочитал выражение Серафима Саровского, который говорил, тот даже как бы не был в грехах, от макушки до пяток, батюшка Серафим так говорит, от макушки до пяток будет весь черный в грехах. Причащайтесь, причащайтесь чаще с сокрушением сердца, и Бог с каждым разом вашего причащения будет вас очищать, преображать, и так спасетесь. Вы представляете, что говорит Серафим Саровский? Причащайтесь, да не бойтесь же вы, да это же надо поститься, молиться, да уже сколько уже поститься, скоро пост начнется, давайте вот сейчас уже пост, я приглашаю чаще причащаться. Вот давайте мы приходом нашим будем причащаться по воскресным дням, что нам мешает? Вот возьмем и все вместе, вот сколько, вот стоит здесь людей, ну все равно что на вечернюю приходите, ну что дома трудно молитвочки ко причастию прочитать. Все утром натощак, и все в единой чаши, вот оно христианское общество, ты ушел, ты своего в лицо знаешь, ты на улице встретил его, ой, я тебя видел в храме, да, ты уже наш, слушай. Вот почему место встречи должно быть у всех христиан, это Божий храм, воскресный день, запомните, чтобы мы могли даже помогать друг другу, потому что времена идут суровые, разве мы с вами уже об этом не слышали с высоты этого амбона, не предупреждали вас еще? Взорвалось в 4 часа с лишним минут, раз, второй, в центре города, я поехал сразу утром туда, посмотрел, где, что, а там рядом большие эти вышки сотовой связи, полиция, все, такой паника, что, слушай, все, ой, как паника, так для этого же пущено, чтобы мы с вами боялись везде, всего. О, а сегодня мы с вами слышали хор пел, Господь просвещение мое и спаситель мой, кого убоюсь, Господь защититель жизни моей, кого устрашуся, да пусть он рвется все где хочет, а вы в храм идите, по дороге в храм тебе настигнет там снаряд, ты же в Царство Небесное сразу пойдешь, а если в храме тебя здесь, он возьмет и не дай Бог, то все ж отсюда причастили сейчас, Господи, забери, вот всех, всех нас, все ж пришли к тебе, Господи, и тут раз ты решил нас забрать, тела воскреснут, а души будут с тобой навек, вот куда надо стремиться и не бояться никогда, просто быть готовым к тому, что в любую минуту за нами придут, в любую минуту, помните, как в Евангелии говорят, сию же ночь душу твою заберут, кому оставишь все, что ты заготовил, его называют еще безумным богачом, помни последняя своя, говорит Писание, и вовек не согрешишь. Закончу тем, что приведу один замечательный такой коротенький стих, он так как четверостишее, я его привожу людям, которые мне все доказывают, что надо жить вообще для себя, надо жить в свое удовольствие, жизнь короткая, и так война, кто его знает, что будет, надо наесться, напиться, нагуляться. Так вот это четверостишее звучит так, умирая, он думал, что конец, а как умер, понял, что начало, и помчался в храм бы на конец, только сердце биться, перестало. Вот люди живут такой жизнью, думают, да все равно, что все закончено, да помррем, все же там, все там будем, и показывают, все там будем. Обратили внимание, что когда говорят эти слова, обычно пальчик показывается вверх, все там будем, нет, братья, там будут далеко не все. Вот так, мало кто показывает, все там будем, не показывают, нет, нет, вот этот человек говорит, нет, я туда не хочу. Так вот, если хочешь быть там, приходи в храм, и помни последнее свое, и готовься к этой встрече с Богом, потому что если ты не приготовишься, и не будешь знать Иисуса Христа, не полюбишь Его, не поймешь, что здесь вообще происходит, и ходить сюда не будешь, и причащаться не будешь, и каяться в грехах своих не будешь, погибнешь. И наоборот, поймешь, что есть Христос, что Он отдал Себя за наши грехи и причащает нас Собою, ты будешь сюда приходить. А будешь приходить, будешь исповедаться, будешь исповедаться, будешь каждое воскресенье приходить. Будешь чаще причащаться, по слову Серафима Саровского, если от макушки до пятки весь грешник будешь, очистишься и спасешься. Смотрите, что объединяло христиан первых веков. Только жизнь вечная, потому что земная жизнь не просто скоротечна, она может быть отнята в любую минуту. И тот, кто стоит сегодня в храме, никто из нас не может сказать, в следующее воскресенье я точно буду, если жив останусь и Бог благословит. Особенно в это непростое время и лукавое. Время военное. Поэтому, дорогие, я хочу поздравить вас с воскресным днем, причастников с причастием и позвать. Давайте мы немножко по-другому в военное время, мобилизационно подумаем о своей духовной жизни. Нашими надо быть, прихожанами надо быть, в лицо знать друг друга, общаться друг с другом, телефонами обменяться. Мы все ждем, когда наши придут. Наши не придут. Вы слышите? Наши – это мы. Значит, мы должны сплотиться. Мы должны объединиться в дружный приход. И так должно быть при каждом храме. Дружный, сплоченный, помогающий друг другу приход. Вот тогда ты будешь идти в храм, как в большую семью, и причастишься, и знаешь, что тебе и духовно, и телесно помогут, и в беде тебя здесь не оставят. Вот что такое настоящее сегодня, в военное время православный приход. Вот таким я мечтаю, чтобы был приход храма Рождества Христова. С праздником всех вас! Мир вам, Божье благословение и Ангела всем Хранителя! Аминь!